Успешная семья при Волжье названа. Два дня на сцене театра оперы и балета многодетные пары округа рассказывали о своих семьях, о том, как растить 10 и более детей, быть оптимистами и радоваться каждому дню вместе. О победителях и участниках, тех, кто смог побороть стеснение, выйти на сцену и с гордостью заявить о себе в специальном репортаже Татьяны Молковой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомьтесь, глава семейства Алексей! За что не возьмется? Все ладится, все удается. Хлеб испечется, потерянный найдется. Показать на сцене визитку, самодеятельные номера, рассказать о своем регионе – нехитрые испытания. Но именно так можно понять, что кроется на самом деле за этим беспечным весельем. Только по-настоящему сплоченная семья под руководством талантливых, а главное, любящих и заботливых мамы и папы способны на такое. Я хотела бы плыть над облаками, от туманов до северных сияний, пролетать в большие города. У конкурсантов разный семейный стаж. Кто-то в браке шесть лет, кто-то более двадцати. У кого-то четверо детей, у кого-то двадцать два. Но везде любовь и умение не просто слушать, а слышать. Семейный совет для них не просто формальность. Настоящий законодательный орган, шутит Алексей Шутливых из Нижегородской области. Даже конкурсную программу составляли на пленарных заседаниях за круглым столом под чай с тортом. Мы часто участвуем в художественной самодеятельности. Мы из небольшого населенного пункта. Но в художественной самодеятельности мы часто участвуем. И я считаю, что мы очень музыкальны. И вот это наше достижение и есть. У меня матроска, шашка у меня. Мне купила мама быстрого коня. Ты скачи, коняшка, шашка на голову. Ты не бойся, мама, никого. Многодетные семьи, они создают особую атмосферу и у них особая устремленность и особая аура. Очевидные родители, которые формируют такие многодетные семьи, из приемных детей в том числе, они особенные люди с особым таким драйвом. Секрет успеха в жизни и в конкурсе у каждой семьи свой. На первый взгляд, простой и понятный. Такое ощущение, что дети меня воспитывают. Я мало кого воспитываю, воспитывают все меня. Любовь между двумя людьми. Это мама и папа, которые уже решаясь на то, что семья должна быть большой, отдают вполне себе отчет, что у них не будет времени никогда, ни на что, кроме воспитания детей. Люди с открытой душой и большим сердцем. Они успевают и делом любимым заняться, и детей воспитывать. Появились новые друзья. Мне кажется, эти конкурсы должны способствовать к тому, чтобы общались дети между собой. Не важно, какие регионы. Я всегда им говорю, не важно, победим мы, не победим. Мы вот приехали, но мы не поющая семья, если так скажем. Мы вот просто дружная семья. Но однако мы взяли номинацию «Добрые сердца». Самое главное, что эти ребята в больших семьях, которые растут, например, и мамы, и папы, там рядом и бабушки, и дедушки, точно умеют дружить, точно в любое время, мне кажется, придут на помощь друг другу, делиться вкусным кусочком за столом со своим младшим братиком, младшей сестренкой. А это и то, на чем стоит наш характер, российская душа. Не оставить детей в беде, приютить, растить приемных, как своих. Это тоже в их характере. А еще сохранение семейных традиций и искреннее желание все делать вместе. Есть маленькая дача, на которой мы трудимся все вместе, и полив. Сажаем все, что можно вырастить. Ягоды, овощи, фрукты, картофель. Все. А потом все вместе его убираем. Конкурс «Успешная семья» при Волжье проходит с 2013 года по инициативе полноочного представителя президента в округе Игоря Комарова. Раньше финал конкурса проходил в разных регионах ПФО. Теперь у него есть постоянная прописка. И это не случайно. В Чувашии к семейным традициям особое отношение. Так, 8 июля глава Чувашии подписал указ о повышении социального благополучия многодетных семей. Это был непростой выбор, потому что регионы действительно чтут семейные традиции. И каждый готов был бы принять этот конкурс у себя. Вместе с тем, в Чувашии эти семейные традиции давно почитаемы. И все те мероприятия, которые проходят в День любви, семьи и верности, мы, естественно, отсматривали. И так получилось, что в Чувашии это останется. Конкурс завершился. Успешная семья при Волжье определена. Через год приедут другие семьи, но тоже успешные, и будут рассказывать о своих достижениях и традициях. Чебоксары нас покорили. Мы планируем на следующий год приехать еще раз. Так что ждите нас в гости. Моя жизнь также состоит из основных ценностей. Моим родителям тоже. Они вместе в браке более 50 лет. Это, наверное, ценить семью. Ценности, уважение к друг другу, поддержки, терпению научили, в первую очередь, родители. Это и есть тот пример. А вот убедиться в том, что мы на правильном пути, и подобные мероприятия должны быть у нас в Чувашии ежегодно, чтобы на примере таких семей мы показывали и для всех, как важна семья, как важно быть вместе, как важно уметь поддерживать друг друга. Вот опыт, который мы сегодня все приобрели, конечно, он значимый. Пройденный опыт успехи в будущем. Только счастливые и успешные люди смогут стать сильными и сделать сильной свою родную страну. Татьяна Молокова, Екатерина Шиверова, Республика.